Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами Юлия Кондратёнок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как сэкономить свои силы, время и энергию при защите нашего сада. И это нам удастся при соблюдении определенных правил и закономерностей в 2-3 раза. Итак, чем мы можем себе помочь? Как мы можем сэкономить свои усилия, свое время, которого нам так не хватает? Приготовлением баковых смесей. Я думаю, многие из наших зрителей встречали этот термин, кто-то уже пытается составлять их сам, эти баковые смеси, и уже прочувствовал, насколько они, эти баковые смеси, облегчают жить садоводом. Год выдался очень удачным, можно сказать, в кавычках. Много болезней, много вредителей, жаркая погода, растения страдают, болеют, их едят всяческие тли и листогрызы. И фактически, если мы будем вносить каждый препарат по отдельности, как делали наши дедушки, бабушки, то мы не будем вылезать из сада ни днем, ни ночью. Но хочется же, извините, пожить и для себя. В этом случае нам помогает составление баковых смесей. Что такое баковая смесь? Баковая смесь – это смесь нескольких пестицидов в одном опрыскивателе, в баке. Можно вносить одновременно и средства от насекомых, и средства от болезней, биостимуляторы и удобрения. Таким образом, вместо двух-трех обработок, разнесенных во времени, мы проводим одну. И, соответственно, экономим наше время, экономим наши усилия. И, соответственно, повышаем эффективность нашей работы в саду. Можно сказать, что при составлении баковых смесей мы даже экономим немножко препараты. Дело в том, что когда мы смешиваем различные вещества в одном опрыскивателе, нужно уменьшить их содержание где-то процентов на 10-30. Если у вас большой сад, то экономия может быть весьма и весьма существенной. Второй момент. Главное при составлении баковых смесей внимательно читать инструкцию. Там может быть указана их совместимость или несовместимость. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас мы разберем основные моменты приготовления баковых смесей. Итак, в каком порядке необходимо приготовлять баковую смесь? Дело в том, что все препараты существуют и выпускаются в различных препаративных формах. То есть в различных таких формах в виде порошков, гранул, растворов, суспензий, эмбульсий. И в зависимости от того, в какой они форме, первые растворяются те или иные препараты. Нужно учитывать их свойства. Первыми мы всегда используем препараты сухие в виде порошков. Они растворяются медленнее всего. Следующий препарат в порядке растворения. Это препараты на основе различных эмульсий. Водно-растворимых эмульсий, водно-суспензионных концентратов. Следующий по порядку, это препараты на основе масляных концентратов эмульсий. Или растительных масел. Дело в том, что почему так важно отметить порядок растворения тех или иных препаратов. Дело в том, что от того, какие у них свойства, зависит их, соответственно, скорость растворения и взаимодействие с другими препаратами. Далее. Можно добавлять после внесения, допустим, масляных эмульсий поверхностно-активные вещества. Они будут способствовать тому, чтобы капельки масляных эмульсий были как можно мельче и наиболее полно покрывали потом при опрыскивании поверхность листьев. Дело в том, что масло само по себе, масла, масляные эмульсии, концентраты, они склонны к тому, чтобы агрегироваться в такие, слипаться в большие капли. Соответственно, в том месте, где есть капли, препарат подействует. А где капли нет, извините, оно сработать не может. Что такое поверхностно-активные вещества? Простейшим примером является обычное жидкое мыло, хозяйственное мыло. Оно именно способствует тому, что масляные эмульсии разбиваются на мельчайшие шарики, на мельчайшие такие частички, которые в дальнейшем при распрыскивании сплошным слоем покрывают лист и эффективность возрастает намного выше. Одними из последних в баковую смесь добавляют те репараты, которые созданы на основе водных растворов. Это водный раствор, водный концентрат и, наконец, это жидкие удобрения, если мы делаем баковую смесь с использованием в том числе удобрений. Главное правило. В одном баке ни в коем случае нельзя смешивать больше трех-четырех препаратов сразу. При приготовлении баковой смеси также очень важно учитывать физические и химические свойства веществ, которые мы смешиваем. Их направленность, их действие. Почему? Дело в том, что в зависимости от того, какие вещества мы смешиваем, они могут вступать между собой в реакцию и, соответственно, может меняться и их эффективность. Чтобы не получилось такое, что мы с вами в одном баке сварили фактически компот из препаратов, вот и нужно запоминать такие маленькие нюансы. Какие препараты в каком порядке нужно смешивать. Более того, большинство препаратов, конечно, совместимы друг с другом. Производители сами в этом очень сильно заинтересованы. Тем не менее, даже при использовании самых совместимых друг с другом препаратов могут нас подстерегать различные подводные камни. Например, многие ли из нас задумывались, что для действия препарата очень важна температура. Да, мы уже слышали, что есть химические препараты, те же самые фунгициды, низкотемпературники, как хорус или прям, которые работают уже плюс 5 и плюс 6. Или препараты меди, которые срабатывают при температуре плюс 4-6 градусов тепла. Но многие ли из нас задумывались о том, что есть и верхняя граница нормы. Так вот, если температура воздуха во время обработки выше 25 градусов, то препарат, особенно в составе баковой смеси, может не сработать. Более того, он может стать более токсичным для растений и вызвать у него ожоги или же другие повреждения. Поэтому, когда мы готовим смесь для работы, для защиты нашего сада от болезней и вредителей, внимательно смотрим на термометр. Погода, к сожалению, за окном нас не балует. То очень холодно, то очень жарко, наоборот, как сейчас. И нам очень важно выбрать правильное время для защиты сада. Иначе все наши усилия пойдут прахом. Поэтому, если во время, которое вы выбрали для работы, стоит жара, стоит температура явно выше плюс 25, сместите обработку на более позднее время, когда температура воздуха упадет. Таким образом, эффективность препаратов вырастет намного, и вы получите желаемый результат. Многие ли из вас задумывались о качестве воды, которую мы используем для приготовления препаратов, когда защищаем свой сад? А оказывается, это очень и очень важный момент. Фактически, от того, какую воду вы используете, эффективность препарата может уменьшиться на 50%. И первый фактор – это температура воды. Второй фактор – это ее чистота. Мы часто думаем, что возьмем водичку, у нас там отстойная, стоит в баке, в котором мы, правда, недавно заквашивали крапиву для приготовления такой болтушки под кормки. Мы возьмем ее, разбавим там инсектициды, добавим немножко скоро, и все обработаем, и все будет хорошо. Но, оказывается, результат может оказаться совершенно непредсказуемый. Органические вещества, которые содержатся в грязной воде, ил, кусочки растений, примеси, они вступают в взаимодействие с этими пестицидами и снижают их эффективность. Результат налицо. Болезни бушуют, силы потрачены зря. Что же касается температуры, то никто бы не догадался. Многие говорят, вот я беру чистую воду прямо из скважины, она абсолютно чиста, питьевая, ни одной лишней бактерии, никаких лишних микроэлементов. Но эффективность работы пестицидов в саду низкая. Даже это касается, особенно это касается применения биопрепаратов. Дело в том, что чем ниже температура воды, в которой мы растворяем наши инсектициды, фунгициды, наши удобрения, тем хуже они растворяются, и тем ниже их способность защитить наше растение. Так вот, для того, чтобы препараты сработали на все 100%, вода должна быть не только чистой, она должна быть теплой, ее температура должна быть не ниже плюс 10. Особенно это важно при использовании биопрепаратов. Для них теплая вода – это главное условие эффективной работы. Итак, мы определились, какие препараты мы будем использовать, какие инсектициды, какие фунгициды. Мы внимательно прочитали их этикетки, отложили в сторону. И теперь, собственно, нужно приготовить саму баковую смесь. Многие из наших садоводов, ничтоже сумняшися, засыпают прямо в бак из пакетиков, из баночек, выливают жидкость и потом уже доливают воду. И это главная ошибка. Перед тем, как приготовить баковую смесь, мы должны приготовить исходные маточные растворы. Для этого нам понадобится чистая, ни в коем случае не пищевая, не та посуда, которая используется для приготовления пищи или сбора ягод, плодов. Чистая посуда, в которой мы разведем в небольшом количестве воды нужные нам препараты по отдельности. Готовим в небольшом количестве воды один препарат, в другом количестве воды, в другой посуде другой препарат. И небольшое их количество смешиваем в отдельной маленькой емкости, проверяем их на совместимость. Если при смешивании не произошло выпадение осадка, если не произошло выпадение образования хлопьев, то раствор качественный. При смешивании препаратов, один из которых является масляной эмульсией с, допустим, водорастворимым препаратом, может наблюдаться расслоение. Со временем масляная эмульсия соберется в верхней части, а водный раствор останется внизу. Но если вы заметили, что при смешивании она опять становится разнородной, то такой препарат, такую баковую смесь использовать можно. Итак, мы приготовили маточные растворы, и только после этого мы смешиваем их в одном баке, в том порядке, который я рассказала раньше. Эту систему, эту табличку, в каком порядке мы должны растворять препараты, мы вывесим у нас на сайте, чтобы вы могли ее себе сохранить и использовать в работе в дальнейшей, в саду и на огороде, чтобы она у вас была всегда под рукой. После того, как мы приготовили баковую смесь, можем приступать к обработке. При этом мы руководствуемся основными пунктами. Первое. Мы должны быть хорошо защищены. Обязательно перчатки, специальная одежда, респиратор. Второй момент. Выбираем время обработки. Как я уже говорила выше, температура должна быть не выше плюс 25. Это лучшее время. Вечер после захода солнца. Третий момент. Погода должна быть безветренной. Дело в том, что препараты будут переноситься на окружающее растение, которым в этот момент не то что защита. Допустим, это салат, или это овощи зеленые, или это созревающие уже продукции, на которых препараты крайне нежелательно, чтобы оставались. Поэтому желательно, чтобы погода была безветренная, либо ветер слабый. При обработке растений обязательно учитываем их состояние. Если растения угнетены, если они плохо себя чувствуют, испытали какой-то стресс, пересадку, или повреждение очень сильное вредителями, засухой, то обработка баковой смесью, где содержится сразу несколько препаратов, может усугубить их состояние. Лучше этому растению внести хороший полив, дать биостимулятор, чтобы оно оправилось, и провести обработку по отдельности, только потому, что оно очень сильно ослаблено. Только в таком случае использование баковых смесей оправдает себя в вашем саду. На этом у меня все. Готовьте баковые смеси правильно. Мы в следующем ролике рассмотрим основные моменты по совместимости конкретных препаратов в баковой смеси. А пока подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, ставьте лайки. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok